Система взаимодействия этих антенн может вызывать погодные изменения в любой точке мира, полностью нарушать траектории движения самолетов и спутников. Могут вызываться массивные наводнения или засухи. Даже ураганы могут быть вызваны путем нагревания и анасферы. Могут образовываться потоки высокого давления, меняющие траектории движения ураганов. Правительство США официально заявило, что ХАП является всего лишь проектом по изучению атмосферы. Может, это больше, чем совпадение, что многие эксперты докладывают о странах климатических аномалий, таких как массивные наводнения, засухи, землетрясения именно после начала работы этого проекта. Деятельность ХАП может приводить еще к возникновению так называемого инициирования землетрясения. Если известны точки напряженности в земной коре, то есть точки, где на стыках плит возникают зоны нестабильности, то, инициировав в анасфере волновой процесс, о котором я говорил, можно вызвать, инспирировать в точках наибольшей степени, наиболее напряженных, сброс этой напряженности. В частности, землетрясение в Индонезии, несшее свыше 100-200 тысяч человек в жизни, в результате которого возникла вот эта вот грандиозная цунами, которая привела при Кенжеков, была вызвана именно деятельность ХАП, вполне возможно. Число... Разлом прошел как раз под этой площадью, до сих пор окруженной разрушенными домами. Здесь теперь стоит памятник погибшим в образе двух ангелов. Один забирает в ад, другой провожает в рай. Грохот был страшный. Когда рушились эти здания, это был страшный грохот. Но были люди, которые слышали, так как я был в транспорте, троллейбусе, я этого гулу не слышал. Они слышали гулу из подземки. По свидетельству очевидцев, первые толчки они слышали еще накануне. Однако серьезного значения этому не придали. Как же так случилось, что сейсмологи не ожидали сильного землетрясения в этом сейсмически опасном районе? Образовался гигантский разлом земной коры длиной в 37 километров, который местами был отчетливо виден даже на поверхности. Перед Спитакским землетрясением были допущены ряд крупных ошибок, которые привели к этим трагическим результатам. Во-первых, не точно было оценено уровень сейсмической опасности. Например, город Спитак считалось в зоне 7-бальной опасности. Реальный жест показал, что там были землетрясения 10 баллов. То есть тут ошиблись сейсмологи. Инициировать дрожь Земли можно при помощи электрического воздействия генератором мощных импульсов или закачкой жидких промышленных подходов, химических или ядерных, сейсмоактивный разлом. И еще сегодня полным ходом идет неконтролируемое воздействие на сейсмическую активность в военное время. Точки провокации землетрясения калькой ложатся на места крупных вооруженных конфликтов последних лет. Суммарная мощность, брошенных силами НАТО на Югославию бомб, составила около 500 килотонн. После длительных бомбардировок землетрясения разной силы, как круги на воде, разошлись по соседним странам в радиусе 500 километров. Толчки были зафиксированы в Чехии и Словакии, Румынии и даже в Крыму. И это в сейсмически благополучной Европе. Не меньше бомб было сброшено американцами во время военной операции против Хусейна. Здесь применялись не только контактные, но бомбы с пенераторами, то есть которые взрываются не при контакте с поверхностью, а глубоко под землей. Это повысило эффект воздействия на сейсмичность и вызвало более серьезные землетрясения не только в самом Ираке и соседнем Ираке. Стала ли жара 2010? Рептички узнают больше.